Итак, здорово ребятки! Сегодня я покажу вам очень классный эффектный фокус с картами, с помощью которого вы сможете удивить своих знакомых, зрителей, товарищей. Ну и в конце видео будет обзор на вот эту колоду. Это у нас Aviator Heritage. Плюс еще в конце видео мы с вами обучимся двум версиям данного фокуса. Одна версия простая для новичков, вторая для таких крутых чуваков, которая замороченная, но для зрителя будет очень чистая, потому что там все отдается на проверку. Итак, для начала еще хотел бы вам сказать, где можно купить такие карты. По ссылочке в описании переходим, это все мое, мой магазин, никто вас не кинет, все этим я занимаюсь, поэтому надежно, поверьте мне. И вдобавок еще скину в описании ссылочку на группу, которая называется Правильный Алиэкспресс. Вы в общем туда переходите, там все узнаете и еще там идет конкурс на спиннер. Ну а мы давайте-ка сейчас начинаем. Берем колоду карт, перетасовываем ее, даем зрителю перетасовать. Это очень важно, то есть он вот так своими ручками это все очень корявенько перетасовывает. И теперь показываем. Все карты абсолютно разные. Абсолютно разные. Рубашки у нас абсолютно обыкновенные. Все мы показали зрителю и все. Теперь смотрите. Попросим зрителя сказать абсолютно в любом месте стоп, когда мы будем вот так вот слистывать карты. То есть может попасться абсолютно любая карта. Но я вам сейчас скажу, что попадется 4 крести. Вот прям вот я сразу говорю и зритель в любом месте говорит стоп. Действительно. Мы листаем. Может в середине сказать, в начале, в конце, где захочет. Стоп, например, он сказал. Окей. Вот он сказал стоп. Мы это все очень хорошенечко подровняли. Показали. Все карты абсолютно разные. В любом месте он говорит стоп. И у нас есть 4 крести. Именно та карта, которую я вам сказал. И что самое главное, вся колода может быть проверена. Тут все карты разные. Одна только 4 крести. И он на ней говорит стоп. Очень все круто, очень все эффектно. С обычной колодой делается. Без каких-либо заранее укомплектовок. Если вы делаете сложную версию. И давайте все-таки будем обучаться. Ну и давайте, ребятки, мы сейчас будем обучаться. И вот прям вот сейчас. Вот поставьте лайк. Вот это же поддержка меня огромнейшая. И чем больше лайков, тем лучше у меня настроение. И я вот прям вот сейчас чувствую, как у меня улыбка расцветает с вашими лайками. Поэтому, короче говоря, давайте, ребятки, еще подпишитесь на канал. Поскольку вы тогда не будете пропускать крутые эффектные фокусы. Вот. В общем, все будет у вас прикольно. Ну и на колокольчик нажмите, чтобы вообще не пропускать видосы. Ну, короче, а мы давайте-ка начнем. Начнем мы обучение с, давайте, простой версии. Берем колоду. Если вы хотите какую-то конкретную карту, тогда вы берете, ее выбираете. Например, давайте мы выберем конкретную карту. Это валет пик. Кладете валета пик на стол. И потом сверху... О, король! Моя любимая карта, это король пик. Давайте выберем лучше короля пик. И сверху нашего короля кладете две рандомные карты. Например, 10 и валет. Это все вы убираете в центр. А вот это вот снизу переворачиваете. По отдельности, получается, совершенно в другую сторону. Получается, вся колода у нас будет рубашкой вверх. А вот эти три карты рубашкой вниз. Зачем нам нужны эти три карты? Ну, во-первых, если вы возьмете две, вы будете переворачивать одну карту. И, возможно, такой вариант будет, что вы возьмете и случайно сдвинете вторую карту в сторону. И тогда вам на помощь придет третья карта. А если вы, конечно, и вместе вот так вот и три сдвинете, ну тогда я не знаю. Тогда вам нужно тренироваться. Берете одну карту, переворачиваете, и у вас уже будет вот этот вот король. Теперь, как же этот весь фокус показать зрителю? Показывайте рубашки. Понятное дело, не показывайте со стороны лиц, поскольку у вас здесь три перевернутые карты. И это версия для новичков, поэтому тут вообще ничего сложного не будет. Вы показали рубашки, можете даже вот так вот показать карты, что все карты разные. И теперь просите сказать стоп. Но изначально вы говорите, какая карта. То есть, если бы колода, она была крапленая, тогда бы, понятное дело, вы сказали карту, когда бы зритель сказал стоп. Но, так как эта колода не крапленая, и мы эту фишку не используем, тогда мы просто берем, и знаете что? Мы просто берем и сразу говорим, что попадется зрителю именно король пик. Изначально. Ну и потом начинайте слистывать. И просите зрителя сказать в любом месте стоп, когда он захочет. Понятное дело, он говорит в любом месте стоп. Например, вот здесь он сказал стоп. И после чего вы делаете переворот колоды. Мой совет каков будет? Взять и максимально рукой прикрыть эту колоду. То есть, чтобы вы просто развернули и начали подравнивать это все. А когда вы уже подравняли, откладывайте колоду в сторону. И сразу же обращайте внимание зрителя на ленту перевернутую. То есть, что здесь все карты разные. И вот, возможно, вы сейчас подумали. Блин, так здесь же все будет палевно для зрителя. Поверьте мне, когда зритель акцентируется сразу же на ленте. Когда он смотрит на то, как вы собираете эти все карты. Он даже не замечает, что вы берете, держите вот так. Вы вроде бы перевернули просто руку. Потом выбираете руку. И вроде бы просто вы положили эту стопочку. И все, внимание у него будет здесь. А вы просто берете и вот эту карту переворачиваете и показываете, что именно здесь, вот он здесь сказал стоп, оказался король пик. Далее, вот это все вы берете, отдаете зрителю в руки, прямо вот в руки этого короля. Это все вы переворачиваете. Ну, а далее вообще, что вы можете сделать? Во-первых, протянуть зрителю короля и когда он будет на него обращать внимание, просто две карты вот так быстренько переворачиваете и раскрываете все оставшееся. Показывайте, что все чисто. Это, конечно, нужно делать точно, когда вы знаете, что зритель смотрит на короля. Когда он взял его в руки и начинает его вот так вот обсматривать. Вы просто берете немножечко к себе карты, прислоняете, чтобы зритель далеко был, прям вот очень от них. И вот так вот просто взяли две карты, перевернули в наглую и оказали всю ленту. То есть, эта версия, она упрощенная. И здесь, ну реально, ничего сверх такого нету. Если вы прям вообще боитесь, что зритель заметит. У вас есть, например, стол. Вы под стол убрали карты, просто вот в наглейшую. Взяли две карты, перевернули, достали из-за стола и показали лентой, далее все карты, которые у вас остались. Ну, действительно, зритель здесь не найдет второго такого же короля. И очень все круто, поскольку вы изначально называете карту, и вот именно там, где он говорит стоп, и будто бы она там появляется. Но на самом-то деле нет. С помощью хитростей вы сможете так все сделать. Ну, а теперь давайте мы посмотрим на сложную версию, ну, которая действительно с заморочками, тут нужно с переворотами все делать. Колода карты. Показываем зрителю изначально колоду, даем перетасовать. Вот. Это очень важно. Чтобы зритель сам ее перетасовал, как угодно он это делает. Если продвинутый зритель, тогда он может еще и вот так вот это все сделать. Но. Мы для начала показываем карты с лицевой части. Показываем полностью весь верх. И запоминаем третью карту. Можно вообще использовать четыре. Можно опять использовать карт. Но я использую три. И вообще можно еще и даже две использовать. Но опять же, вот эта вот фишка, когда вы одну карту снимаете и случайно зацепляете вот эту вторую, и она сдвигается. Поэтому, мэри рекомендация три и больше. А там уже как вам удобно. Запоминайте третью карту. То есть вы раскрываете, смотрите третью карту. Туз крести. Его запоминаете, все пролистываете и демонстрируете, что все карты разные. Потом вы переворачиваете и показываете с рубашек, что все очень чисто, ничего такого нет. И когда вы долистываете до последних трех карт, вы их чувствуете. Вот они, три карты. И на этих трех карт вы делаете зазорчик. То есть вот, вы их взяли отдельно в ручку и вот так вот, немножечко отделив их от всей колоды, держите на брейке. Сейчас мы зафокусируемся. Вот наш брейк. И далее происходит следующее. Вам необходимо вот эти три карты перевернуть. Это нужно делать очень быстро и для зрителя незаметно. Какие будут рекомендации? Ну, просто взять и с вот таким вот движением с одной стороны в другую, низко держав колоду, чтобы зритель не увидел. Если вы высоко будете держать, зритель может увидеть вот такой переворот. Если же низко для зрителя вот так вот, для него это будет просто вот так вот. Вот это вы взяли и передвинули карты. С одной части стола в другую. Если же вы будете держать криво для зрителя, то тогда он сможет увидеть вот такое движение. Но если ровно к зрителю, вот так вот четко. Вот вы, допустим, зритель, и четенько, вот, вот, вы так видите, раз и два. А у вас уже три перевернутые карты. Вот так вот вы их держите, и под колодой вот такой вот переворот происходит у вас. Быстрый раз, и все. Я же говорю, что это усложненная версия, но тут все будет чисто. Теперь вы берете и просите его сказать стоп. Но, понятное дело, говорите, что у вас будет туз Крести, который мы запомнили. Туз Крести попадется, и просите стоп сказать в любом месте. Эх, тыща лишняя какая-то карта. В любом, в любом, в любом месте стоп. Например, стоп. И опять же, то же самое, как и в предыдущем фокусе. Берем, переворачиваем, вот так вот. Либо можете отвлечь зрителя, попросить его, чтобы он это все подравнял и посмотрел, что все карты разные. И в это время перевернуть колоду. Но, на самом-то деле, даже если вот так вот у вас тут как попала карта лежат, если вы будете так подравнивать и положите колоду, то тогда все равно для зрителя это будет незаметно. Показывайте. Нет у нас туза Крести. Как бы разные карты. И следующая карта, которая у нас идет, именно туз Крести. Именно та карта, которую вы сказали. Опять же, берете вот эту стопочку, протягиваете туза Крести зрителю в руки, чтобы он его посмотрел. Взяли две карты, перевернули и раздвинули вторую же ленту, показав, что и здесь тоже у нас нету этой карты туза Крести. Второго такого, то есть она единственная в своем роде, именно в этой колоде. В общем, ребятки, вот такой вот классный эффектный фокус с картами. Мне, например, понравился. Пишите в комментариях, как он вам. Если вы до этого момента досмотрели, тогда ставите лайк. И обязательно еще напишите в комментариях слово «давайте карточка». Вот напишите карточку, если вы досмотрели до этого момента. Мне просто интересно, сколько народу дожило до этого момента. Ну и короче, все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока.